ДАВИД, ЗДРАСТВУЙТЕ И хотим в этот раз начать, естественно, с Ливана и с массового взрыва пейджеров Не только пейджеров, надо сказать Как вы видите эту акцию устрашения или успешную ликвидацию боевиков Или опасную для мирного населения военную акцию? Как вы это считываете? Ну, насколько можно судить, мирное население там практически не пострадало Хотя отдельные, безусловно, жертвы и пострадавшие присутствуют Но иначе быть не могло Вообще, в принципе, любые боевые действия в тех местах проходят, как правило, или частенько в затройной местности Ну, а сами боевики Хизбалы используют мирное население как живой щит И в любом случае действуют из населенных районов, это их стратегия Так что я практически не сомневаюсь Это видно по разного рода результатам Что действие этих устройств было ограничено таким образом, чтобы нанести минимальный коллатеральный ущерб Операция носила совершенно беспрецедентный характер Вообще, Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию Я не знаю, что будет дальше в этом отношении Но ответственность не была взята С точки зрения результата, с точки зрения задействованных средств и подхода, собственно Это было абсолютно, ну, я не люблю употреблять это выражение, не имеющее аналогов, но что-то в таком роде Десятки лет назад, на самом деле, уже использовались электронные устройства для ликвидации важных фигур В частности, в 1996 году израильскими спецслужбами был ликвидирован спецслужба «Шабак» Был ликвидирован глава боевого крыла Хамаса Ихия Яш по прозвищу «Инженер» Ему передали мобильный телефон Мобильный телефон передал ему агент и его родственник одновременно После чего, когда его голос услышали там, где надо, было задействовано взрывное устройство В данном же случае, насколько можно судить и по результатам, и по первичным сообщениям Весьма серьезных СМИ, израильским спецслужбам, как было сказано, удалось перехватить на этапе От производства до, собственно, доставки в Ливан партию пейджеров из 5000 и заминировать 5000 единиц и заминировать их В итоге 3000 были активированы, то есть, возможно, пытались активировать и больше Но 3000 были активированы Каждый из них, каждый из этих пейджеров, это важно заметить Это, можно сказать, как личное оружие, как личное средство связи какого-то боевика Хизбаллы Причем многие из них далеко не рядовые Дело в том, что, во-первых, многие из них подтверждены, это командиры разных рангов Ну а те, кому пейджеры передаются, должны выполнять те или иные инструкции важного характера Например, обстрелять израиль ракетами, это пример отнюдь не абстрактный И вот все эти люди, у которых пейджеры должны были по их обязанностям находиться буквально на теле Или в полуметре от них, были подорваны Это напоминает, в самом деле, сцены из кинофильмов Мне, например, приходит в голову Kingsman номер 2 Когда там, правда, такого рода устройства, но не такого рода устройства Были вживлены в головы героев В любом случае, удар нанесен буквально за минуту За минуту в 15-30 Были выведены из строя По сути, сколько убитых, до сих пор непонятно Их как раз немного Многие проценты от боевого состава Хизбаллы Если принято считать, что в Хизбале 40 тысяч боевиков первой линии 20 тысяч регуляров и 20 тысяч резервистов первой линии То, имея 2 тысяч, скажем, раненых Цифры, говори, сообщения говорят о 3 тысяч Но я беру, возьмем консервативную оценку Возьмем более серьезно раненых 2 тысячи от количества 40 тысяч Это 5 процентов на минутку Включая командиров высокого ранга Включая тех, кто разные рода серьезные обязанности выполняет Так что удар совершенно беспрецедентный, необычный Для достижения такого рода результатов Необходимо конвенциональными средствами Долго и серьезно воевать Это был, наверное, самый, если мы говорим о кратковременном отрезке Самый чувствительный удар для Хизбалы за всю ее историю противостояния с Израилем Без связи с тем, что убитых не так много Но есть одно важное но Судя по всему, прошло немало времени со вчерашнего дня Израиль не воспользовался этим шансом Для того, чтобы начать масштабную атаку против Хизбалы Когда в ее рядах в заметной степени царит хаос Когда многие потери серьезны Когда связь между боевиками и командирами во многом случае нарушена А это значит, что несмотря на всю ценность этой акции И ущерб серьезнейший от нее противнику Эта ценность не максимализирована на данный момент И я ничего, кроме сожаления, выразить на этот счет не могу Еще один маленький момент пояснения Почему Хизбала пользуется пейджерами Это все из-за того, что они опасаются И обоснованно очень серьезных возможностей Израильской радиоэлектронной разведки С целью соблюдения информационной безопасности У них действует запрет на использование традиционных гаджетов Мобильных телефонов и так далее Во многих случаях, когда они этот запрет нарушали Пользователи идентифицировались И дело было не только в прослушивании бесед А и в том, что можно было Благодаря тем средствам, которые, как принято считать, есть у Израиля Понять, где находится пользователь телефона И кто он такой А далее высокоточные средства Способны этого пользователя найти И такого рода ликвидации Причем очень высокопоставленные фигуры Имели место неоднократно Отсюда пейджеры из Тайваня 5000 единиц были заказаны Средства, которые были очень популярны В 70-е, 80-е годы В 90-е их популярность сошла на нет Думали, что это именно даст им безопасность А как выяснилось, все произошло ровным счетом наоборот Пейджеры стали вот такой вот смертельной Либо, я сказал бы, полусмертельной ловушкой Для множества-множества боевиков Когда я услышал впервые эту новость Я был уверен, что это панорама Но это какая-то шутка Какие пейджеры в 2024 году? Я был уверен, что их, во-первых, давно уже, конечно, не выпускают А во-вторых, что куда более сложные, как мне кажется Их же нужно обслуживать Должны же быть сервисы по передаче этих сообщений Сервисы по передаче сигнала Кол-центры, куда можно позвонить Неужели в Ливане все это до сих пор настолько широкомасштабно действует? Очень интересный и правильный вопрос Это отнюдь не действовало в Ливане Но Хизбалла создала для себя Будучи опасаясь, причем не то, что опасаясь Обжегшись многократно на том, насколько Израиль проникал во всех отношениях Это и агентурное проникновение И проникновение с точки зрения электронного шпионажа Подслушивания и подсматривания Проникал в системы связи Хизбаллы И насколько это дорого им обходилось Они решили создать себе И, кстати, в Газе имело место нечто подобное Альтернативную связь Которую сложно вскрыть И ради нее создавались проводные телефонные линии Специальные, внутрихизбаловские Назовем это так И создавались центры обслуживания пейджеров И центры передачи такого рода информации Информация передавалась на регулярной основе В виде кодовых сообщений коротких От старших к младшему Кстати, в 15.30, когда все это произошло Насколько принято говорить Принято считать Все, кто нужно Получил сообщение Которое выглядело и звучало Как сообщение от командования Хизбаллы Длительный звоночек был Чтобы обратили на него внимание Ну и есть на этот счет В общем-то и не только на этот счет Уже немало шуток Причем шуток в том числе и в арабском мире И в Израиле В пределах черного и казарменного юмора Часть из них настоящие перлы Но, впрочем, я как любитель этих жанров Оценил некоторые из них Но, впрочем, это не совсем для эфира Перед смертью ты услышишь звонок? Ваш сообщение доставлено Ну, например, если на русском языке То приведу такую уж пример Разошла речь Скажем так Члены Хизбаллы В этот день отрывались сполна Это не случайно Там, где находятся пейджеры Не сложно догадаться Какие ранения многие из них получили Ну и, например, название операции Это уже с Эврита Кто-то предложил назвать операцию Ниже пояса Ну, на самом деле Ранений, если быть серьезным Ранения, полученные боевиками Судя по сообщениям из больниц Даже которые не считаются формально тяжелыми Весьма серьезные Очень многие из них потеряли Как первичные сообщения Говорят, зрение Множество оторванных кистей рук Пальцев Естественно И что уж тут говорить У многих То самое хозяйство пострадало В общем, очень и очень существенный удар Кстати, интересная деталь По сообщениям New York Times Последним буквально Глаза лишился и посол Ирана В Ливане Тут важно отметить Что иранское посольство Это в какой-то мере Альтернативный Вернее, не альтернативный А совместный штаб Ирана и Хизбаллы В иранском посольстве действуют Офицеры корпуса стражи Исламской революции Посол отвечает, как правило За взаимодействие с Хизбаллой В свое время По сути, посол Ирана В Ливане Создал Хизбаллу Своими руками В начале 80-х годов Почему-то, как оказалось Пейджер был Ну, видимо, не у него Но у кого-то из его сопровождающих Как сопровождающих А сопровождающий Был либо Человек по связям Собственно, из корпуса Стражи Исламской революции С Хизбаллой Либо Кто-то из офицеров Или командиров Хизбаллы Так что Пострадал существенно Ливанский посол Иранский посол О нем заявлено Что он легко ранен Но Легкость ранения Не отменяет того Что одного из глаз У него теперь нет Давид Еще раз У Хизбаллы Был свой собственный Оператор связи Который Имел свой колл-центр Распределенную сеть Радиовышек Которые передавали сигнал Для того, чтобы Сохранить секретность И безопасность И вот Израиль Да И вот Израиль Рассылает массово В одно и то же время На несколько тысяч устройств Одно и то же сообщение Значит Израиль Получил доступ К этому Оператору связи Безусловно И поэтому Провал Хизбаллы В этом плане Особенно Особенно Потрясает То есть То, что они считали Безопасными За своей простоты Оказалось Ее уязвимым местом У них Кроме того Как я уже говорил У них даже специальная Телефонная проводная связь В том числе Проводная связь Внутри туннеля Все это сделано Специально Чтобы избежать Израильского проникновения Кстати И в Израиле И во многих Армиях мира Есть своя Внутренняя связь Которая Недоступна Для Как принято считать Для проникновения Извне Например В том же ЦАЛе Есть свой Внутренний интернет Условно Так вот У Хизбаллы Были Вот такого рода Важнейшие проекты И как мы видим Один из них Не просто дал трещину А провалился с треском И на иврите Есть такое выражение Которое дословно переводится Взорвался в лицо И в данном случае Это выражение В буквальном смысле Подходит Часть конечно Чего-то Хизбалла Где-то использовала И гражданские Инфраструктуры Ливана Но будучи Государством В государстве Она создавала Собственные инфраструктуры Как она считала Недоступны Или мало доступны Для Израиля Для кого-то Как мы видим Эти инфраструктуры Оказались доступны Но здесь Вещь вообще Комплекс мероприятий Если попытаться Проанализировать Эту операцию С самого начала До конца То здесь Начиная От самой Идеи Осуществить Такую операцию Что само по себе Поразительно Далее было Осуществление И представьте себе На мой взгляд Минирование Пяти тысяч Или как минимум Нескольких тысяч Пейджеров Причем где-то В районе Производства Это же не в Ливане Не на таможне Не брали Упаковки Открывали И всовывали туда Разного рода Небольшие взрыватели И заряды Взрывчатки То есть Где-то это Произошло На раннем этапе То есть Кто-то видел Всю эту картину Откуда это поступает Куда должно поступить Кому-то пришла идея И далее Эту идею Реализовали В самых разных На самых разных Этапах Причем Очень сложных С технологической Точки зрения Очень сложных С оперативной Точки зрения Именно поэтому Операция Носит совершенно Поразительный характер И что тут интересно Что вроде бы Заиспользованы Современные И кибер Возможности И технологические Возможности Но не для того Чтобы что-то Взломать Получить информацию Парализовать Аккумулятор Путем Посыл Специального Сообщения Кто-то говорит Что все-таки Помимо аккумулятора Там был отдельный Взрыватель Кто-то говорит Что аккумуляторы Содержали в себе Взрывчатку Как вы считаете Какая версия Наиболее правдоподобна Именно тут важно Важно понять Как они одновременно Добились общего взрыва Нет Как одновременно Мы уже поняли Был послан Специальное сообщение Хорошо Как сообщение Привозят к взрыву Что именно взорвалось Я сразу же Когда я увидел Первое видео С последствий Собственно В том числе Взрывы засняты Были засняты Есть несколько Таких очень Примечательных Видео Мне Хоть я не Честно говоря Не разбираюсь Каков тротилов Я потом Правда Посмотрел Уже видео В ютюбе Как горят Аккумуляторы И взрываются Каков тротилов Эквивалент Батареек Пейджеров Но для меня Это очень Показалось Странным Что как бы Там их Не задействовали Интересным Дистанционной Активацией Как бы они Не перегрелись Для меня Сложно было Вообразить Что батареек Могут привести К таким последствиям Чажелым ранениям Гибели Владельцев И такого рода Взрывом Которые пробивают Например Дырку в столе И тому подобное То есть это явно Не то что должно Детонировать Мне сложно Предположить Что десятки лет И в том числе И сейчас Люди Носящие Мобильные устройства Пейджеры Ходят фактически Такими бомбами Замедленного действия Которые в любой момент Могут Оторвать Ну буквально В смысле голову Так вот явно Это было Явно Выглядело Неправдоподобно И дальнейшее сообщение И дальнейшее видео Показали Что речь идет Показали Речь идет Фактически О минировании О минировании Какая взрывчатка Уже сообщалась И в каких количествах Здесь я пока Не склонен Торопиться И доверять Этим цифрам Цифры говорят И о 50 граммах Взрывчатки На пейджер Мне кажется Что это многовато Например Называется И тот тип взрывчатки Но общий смысл Такой Что небольшое Взрывное устройство Которое Должно было быть Активировано В том числе И таким образом Как именно Говорят Что плата Взрывная Небольшая плата Небольшое взрывное устройство И соответственно Возможность активировать его А с другой стороны Сложность его обнаружить Ходили слухи Что ему Нагревают батарейку Что послан сигнал Для нагрева батарейки И вот уже от нагрева Активируется взрывчатка Но это мне кажется Более примитивно Я думаю Что Хизбалла И иранцы Расследуют В оставшихся Пейджерах Если у них Будет желание Они покажут Точно Как это выглядело Но заминировано Было очень много Аппаратов Это показательно Говорят Что 5000 Говорят Я имею ввиду Агентство Рейтерс Если я не ошибаюсь Основываясь На тех или иных Источниках Так что Был проделан Огромный объем Работы Причем Объем работы Видимо руками И Огромный объем Работы С точки зрения Технологий Безусловно Потому что Вот такая Активация Видимо Это дело Не тривиальное Ну и Еще один Очень важный Вопрос Который Задавали И в чате И конечно Волнует Меня Давид Как вы считаете Понятно Что это Ваша Экспертная Оценка И никаких Подробных Данных И чисел У вас Нет Но как Вы считаете Насколько Мы можем Быть Уверены Что Все Пострадавшие Это Террористы Не является Ли это По вашему Мнению Слишком Общественно Опасным Способом Бороться С террористами При котором Страдают И мирные Или наоборот Может быть Он менее Опасен Чем Конвенциональные А может быть Мы точно знаем Что все Пострадавшие Точно Террористы И значит Все ок Нет Я могу Сто процентов Ответить Не все Пострадавшие Поголовны Террористы В одном Из случаев Насколько Я понимаю Дочь Погибла Одного Из террористов Но Кажем Так Любые Любые Боевые Действия Как правило Действия Против Террористов Местного Населения Находит Секундочку Секундочку У нас Тут что-то Очень Проблема Теряем связь С вами Периодически Я Снова С вами Да Поэтому Я возвращаюсь Тогда К своему Тезису Израиль Израиль Очень Тщательно Во всех Этих Случаях Пытается Соблюдать Нормы Международного Гуманитарного Права Включая Главный Один из Важных Принципов Принцип Пропорциональности То есть Когда Рассматривается Угроза Которая Исходит От противника И побочный Ущерб Который Может быть Нанесен В том числе И непричастным Во множестве Случаев Израиль Отказывался От уничтожения Ключевых Фигур Террористических Организаций Таких Которых Годами За которыми Охотились Только Потому Что Могло Пострадать Непропорциональное Количество Местных Жителей В данном Случае Важно Понимать Следующее Эти Пейджеры Это Буквально В смысле Как Личное Оружие Террориста То есть Этот человек Должен был Их носить На себе В прямом смысле Либо от себя Далеко не Откладывать Взрывные Взрывные Устройства Не были Мощными Там не было Осколочного Вот этот Вот случай Который Мы сейчас Видели Во время Уже Нашего Разговора В овощном Магазине Он показателен Стоявшие Метры От него Не пострадали Фактически Потому Что Взрыв Не мощный И нет Осколочного Поражающего Потока Безусловно Война С террором И война За собственное Существование Это то Что Израиль Ведет Это дело Что сказать Это нельзя Тут В шелковых Перчатках Что называется Додевести Такого рода Борьбу Жертвы Будут Среди Мирного Населения Но Их количество В плане Пропорциональности Как правило Более чем Укладывается В те самые Международные Нормы Ничего не поделать Борьба За существование Требует Иногда Достаточно Жестких Решений И здесь Можно сравнить Эту ситуацию С тем Что Стрелковое Что Каждый Пейджер Это Что называется Часть Разгрузки Часть Снаряжения Боевика Или командира Хизбаллы То есть Нечто Равносильное Его автомату И вот Именно Такие Такие Устройства Которые Равносильное Его оружие В том числе Благодаря ним Они получали Приказы Обстреливать Израиль Запускать Беспилотник И синхронизировать Свои действия Через эти устройства Они были поражены Важно Запомнить Что когда Будет И если Будет Большая Война Даже Сегодня Идет Война В ограниченном Режиме Хизбалла Запускает Ракеты Непосредственно С населенных Пунктов Удары Естественно Израиль Тоже Наносит По населенным Пунктам Предлагая Населению Покинуть Их Перед этим Но Жертвы Среди Мирного Населения В результате Обмена Ударами Классическими Как правило Больше Я предположу Больше Чем в этом случае Давид Еще Кажется У нас Во-первых Сегодня Будет Не на два Фронта А вполне Себе На один Судя По времени Но Из чата У меня Остается Сообщение Николай Задает Сразу Три Вопроса Я их Все Три Вам Озвучу А вы Как Посчитаете Нужным На них Ответите Первый Вопрос Какая Цель Операции Второй Вопрос Когда Она Могла Начаться И Третий Вопрос Почему Именно Сейчас Были Приведены В действие Эти Взрывательные Устройства Цель Операции Так как Мы Видим На данный Момент Что Эта Операция Не стала Первым Звеном В масштабной Операции То Что В заметной Степени Ожидается Но Обсуждается Но Решение Не принято Значит Можно Считать Ее Операцией Самодостаточной Пока Это Не Первое Звено Хотя Иди И У нас Есть Какая То Инициатива В Загашнике Так Вот Операция Была По крайней Мере На данный Момент Самодостаточная С ее Помощью Удалось Нанести Колоссальный Это Уже Сейчас Понятно Колоссальный Физический Ущерб Организации Кроме Собственно Этой Цели Нанесения Колоссального Ущерба Можно Считать Еще Элемент Устрашения Элемент Сдерживания Так Как Попытки В том числе И со стороны Американцев Добиться Некого Дипломатического Урегулирования Ситуации Продолжаются Хотя Они выглядят Довольно Безнадежными Можно Предположить Что Это И со стороны Израиля Намек Хизболе Быть более Сговорчивые В любом Случай Цель Главная Была Нанести Очень Серьезный Ущерб И Продемонстрировать Некое Превосходство Это По крайней Мере Удалось Насчет Сговорчивости Это Мое По поводу Того Сколько Продолжалась Операция Мы знаем Из ливанских Источников Что Пейджеры Доставлены Были Пять месяцев Назад Примерно В Ливан Из Тайваня С тех пор Их распределили Среди Боевиков И далее Пошло Соответственно Операция Длилась Задолго До этого Возможно Давным Давно Была Уже Эта Идея Которая Лежала Под сукном И Реализовывать Ее Начали Как минимум Многие Для того Чтобы Их Заминировать Где-то На этапе Производства Или сразу После него Должны Были Быть На месте Свои Люди Умеющие Это Делать И знающие Как это Сделать Причем В непростых Условиях Так что Операция Длилась Безусловно Долго Готовилась Долго А вот По поводу Того Почему Сейчас Тут Два Ответа Во-первых Последние Недели Буквально В последние Дни Израильское Правительство Демонстративно Правительство И военное Руководство Говорит О том Что Акцент Делается Уже На Северный Фронт Отходит Навернуть Жителей Севера Израиля В их Дома И изменить Правила Игры Налицо Здесь Два Варианта Либо Израиль Решается На большую Операцию В Севере Это Вариант Номер Один Вариант Номер Два Израиль Увеличивает Объем Усилий На этом Направлении С тем Чтобы Сделать Хизбалу Более Сговорчивой А заодно И мотивировать Иностранных Посредников Так вот Увеличение Усилий Налицо На прошлой Неделе Имела Место Специальная Операция В Сирии С высадкой Сил Специального Назначения Уничтожения Завода По производству Вооружений Удары По целям Хизбаллы В Южной Ливане Интенсифицированы И вот Наконец Такая Операция Которая Израилю Приписывается И все это На фоне Например Позавчерашнего Решения Правительства Израиля Которая Официально Объявила До этого Не было Официально Что возвращение 65 тысяч Эвакуированных Жителей Севера Является Формальной И однозначной Целью Этой войны Ну и далее Везде То есть Налицо Перенос Усилий И приоритетов На Севера Соответственно Вот такие Вот действия Значит Ну и поэтому Тут мы собственно Пробежаемся Ответу Почему именно Сейчас А не скажем Подождать Неделю А почему Не тогда Как я уже говорил Если решаешься На масштабную Войну То должно быть Эта операция Должна была быть Ее первым шагом В идеале Тут я не могу Сказать ничего Кроме Еще одного Технического Обстоятельства Не исключено Что Приняли решение Или подумали Что есть шанс Что что-то Засветится Что что-то Пойдет не так И надо уже Принимать решение Срочно Я в этом Не уверен Но важно Понимать Что когда Таким образом Минируешь Тысячи устройств И они уже Несколько месяцев Заминированы На руках У противника То на каком-то Этапе Что-то пойдет Не так Либо одно Самовоспламенится И сработает Либо кто-то Что-то Разберет И увидит И тогда Может накрыться Вся операция То есть Годы Отждать Своего шанса Это не может Но на мой взгляд Совпадение Тут не в том Что Поняли Что что-то Пойдет не так А именно С вот этими Решениями Правительства Израиля О переносе Центра тяжести На север И соответственно Принятие Соответствующих Мет Еще один вопрос Пожалуй Успеем Хотя Остается у нас Несколько минут На этом фоне Шойгу Вчера посещает Иран С необъявленным Визитом И тут Врывается Россия В наше с вами Повествование Все-таки Получается Какой-то И второй фронт Вырисовывается Последний раз Он приезжал В страну В августе На фоне угрозы Израилю Со стороны Хизбаллея После убийства Командира Группировки Вливания Есть ли у вас Какое-то Особое мнение По поводу Этого визита Понимаете ли вы Что хочет Шойгу Как бывший Министр обороны Нынешний Тоже Один из ключевых Политиков Или политических Деятелей В России Почему Вдруг он Приехал в Иран С необъявленным Визитом После снятия Шойгу С поста Министра обороны Многие Задавались И до сих пор Задаются вопросом Каков его реальный вес В качестве секретаря Совета безопасности Тем более Множество людей С команды Шойгу В Минобороны По сути Подвергается Сейчас прямым Репрессиям Они даже задаются Многие вопросами Не дойдет ли дело До него Не знаю Дойдет ли дело До него Но пока Как я это вижу Его используют В качестве Особого посланника Союзником Близким союзником Ситуативным Союзником Россия Именно Северной Кореей Иран Недавно Он был Северной Кореей Которая Кстати По признанию Главы Военной Главы Управления Разведки Украины Кирилла Буданова Сейчас является Важнейшим Подставщиком Боеприпасов России Причем Таким Который влияет Реально На ситуацию На фронте В первую очередь Благодаря снарядам И ракетам Для систем Залпового огня А не баллистике О которой часто говорят Иран Естественно Тоже важнейший Партнер России И я думаю Что Шойгу Приезжает в Иран Отнюдь неспроста Не для того Чтобы посидеть На персидском ковре Он Как и его Иранские Партнеры Решают В том или ином Авральном режиме Что кому нужно И поистая Работают Над повышением Эффективности Взаимных поставок И военно-технического Сотрудничества Возможно В срочном порядке Стороны Обмениваются Просьбами Что бы они Хотели получить Быстрее В свете Тех или иных Угроз Это общее Рассуждение Возможно Что-то всплывет И детально Но в общем-то Я думаю Что я попадаю В точку А там уже Конкретно Какие ракеты Какую систему Кто хочет Как что Кто за что Платит Это уже Дело авторостепенное Хотя очень Интересное Частично И с некоторым Опозданием Спасибо большое Давид За пояснение И объяснение Думаю Что еще Много Удивительного И чудного Нам предстоит Узнать И увидеть И каждый раз Мы будем просить Вас Помочь нам Во всем этом Разобраться Это был Давид Шарп Военный эксперт До свидания Субтитры